Во многих городах России троллейбус стремительно теряет популярность. Из-за быстрого старения и сокращения парка электротранспорт уступает позиции автобусам, поэтому количество машин и маршрутов постепенно сокращается. В качестве примера можно привести Рязань, Калугу и Владимир, где пассажиропоток троллейбусов рухнул до неприлично низких показателей, а также Белгород, где местные власти вообще прекратили эксплуатацию рогатых. К сожалению, у этого экологичного вида транспорта есть одна особенность, которая часто мешает развитию — это необходимость реконструкции контактных сетей. Притом чиновники часто манипулируют этим фактом, выдавая инвестиции за расходы. Между тем, если верить информации Международной ассоциации предприятий городского электротранспорта, при долговременной эксплуатации троллейбусы обходятся дешевле автобусов. Даже с учётом расходов на поддержание инфраструктуры. Этой позиции придерживаются власти Иваново, Чебоксар, Новокузнецка и Челябинска. Более того, в столице Южного Урала будет реализован масштабный проект. Развитие троллейбусной сети здесь доверили частнику по договору концессии. Концессионеру, компании Синара, придётся вложить около 9 миллиардов рублей. В эту сумму включены обновления контактной сети, постройка второго депо, но главное — поставка 168 новых троллейбусов, которые выпустит сама Синара. При снаряжённой массе 12 тонн троллейбус имеет 90 посадочных мест, из которых 37 — сидячие. Все двери российского производства, с полутораметровыми проёмами, динамической подсветкой и системой антизажима. Обогрев салона электрический, хотя предусмотрена возможность установки дизельных автономных отопителей. Электродвигатель поставляет псковский ПАМЗ, а вот оба моста — китайской марки Ханьде. Что касается кузова, то его несущий каркас выполнен из нержавеющей стали, а внешние панели отформованы из композитных материалов. Весьма необычный дизайн разработали специалисты петербургского политеха. Базовая версия машины оборудована литиево-ионными батареями, что позволяет проехать до 80 километров бесконтактной сети. Однако заказчик ради снижения стоимости также сможет заказать вариант без опции автономного хода. Первую партию рогат их компания Синара, больше известная своей железнодорожной техникой, изготовит на своей основной площадке в Петербурге. Но вскоре основным производством станет Челябинский трубопрокатный завод, где сейчас ведётся соответствующая подготовка. Предполагается, что отсюда будут ежегодно выезжать от 350 до 1500 новеньких троллейбусов.